Здравствуйте, дамы и господа. Давайте поговорим опять о коррупции, нашему уважаемому президенту Гурбангулы Берды Мухаммедеве. Почему я делал второе видео о коррупции, я объясню позже. Давайте я поставлю пока вам ролик. Один ролик покажу из «Орел Решки». Это показ путешествий. Что я хотел вам показать. Если нет коррупции, страна развивается очень хорошо. У нас большой уровень коррупции, наш первый коррупционер, уважаемый Аркадаг. Вот почему я говорю опять о коррупции. Я уже говорил о коррупции в прошлом видео. Но я хотел вам подчеркнуть другое. Вот о коронавирусе. Почему сейчас из-за коронавируса и в Туркменистане ситуация. Давайте я вам почитаю из статьи. Там я на английском прочитал, я вам расскажу вкратце. В Туркменистане такая сложилась ситуация, что все дороги закрыли, тебе надо получить разрешение от полицейского участка. Опять, это же коррупция. Надо платить полицейскому, чтобы он задал разрешение куда-то съездить, полечить своего ребенка и так далее и тому подобное. По каким-либо причинам, я не знаю, как там регулироваться точно. Но надо, я знаю, что это очень сильно контролируется. С чем это связано? Конечно, они хотят как-то предотвратить распространение коронавируса, но не хотят сильно афишировать, что у них есть коронавирус. У нас Гурвангулы сказал, надо лечиться дымом гормалы, но почетному он нашел панацея, похлопаем в ладоши и у нас. Но я так думаю, что вот эта ситуация, он хочет разграбить пенсионный фонд, потому что больше всего пострадавших будут, так сказать, наши матери, отцы, дедушки, бабушки. И вот эта ситуация поможет в будущем сэкономить пенсионный фонд, так думаю, на что он надеется. Конечно, могут пострадать здесь, большое вероятность, что и дети тоже заразятся этим, но у детей есть более-менее шанс больше выжить. И это проведет как преступление определенных лиц, он хочет уничтожить определенный контингент старейшин, старше поколения, чтобы потом в будущем не платить ему налоги из пенсионного фонда. И он уже, так сказать, разграбил его уже нечем платить, и он этим хочет еще свой бюджет сэкономить и еще больше разграбить. Что я с этим предлагаю делать? Вот это конкретное преступление, вот я вам прочитаю еще один протокол из ООНа. На сегодняшнее особое влияние специальные меры по смягчению последствий требуются для определенных групп высшего риска уязвимого населения. К ним относятся лица, находящиеся в местах лишения свободы и других учреждений. Например, я расскажу, что Иран, и Турция сейчас тоже хочет, я не знаю, они сделали, но Иран уже освободил больше 80 тысяч своих заключенных, которые поменьшатся, или политзаключенных. У нас в тюрьме переполнены политзаключенными. Сейчас у них ситуация, что они только не могут питаться, раньше они как-то получали, получали что-то от своих родственников, приводили. Но сейчас, как-то так, из-за этой ситуации дороги закрылись, у них очень ситуация тяжелая. Они, я вам показывал в прошлом видео, ссылку на вал, в прошлом своем видео, от деревянного казаха. Там они находятся в трех метрах где-то 15 человек. У них очень большая вероятность заразить друг друга. Опять же, убьют друг друга, этим умрут из-за коронавируса. Особенно пострадают наши политзаключенные, которые, может быть, даже не виновны. Им дела просто шили. Просто шили, и теперь от них даже, в этой ситуации, поможет от них избавиться. Неугодных системе коронавирусов, так же и старшего поколения, чтобы потом не погладили. Это я называю определенным геноцидом определенного контингента людей. Я думаю, Мухаммеда хочет привести этим геноцидом определенного контингента людей, которые неугодны в его системе. Некоторому он не хочет платить пенсию, некоторых этих способов он хочет лишить жизни. Именно, я думаю, даже сейчас будет такие профилактика, у кого есть подозрения коронавируса, к ним подсаживают политзаключенные, чтобы друг друга вы перезарили, умерли. Это очень опасная ситуация. Я, опять же, призываю всех вас собраться и подавать жалобы, массовые жалобы, в комитет по защите прав человека. Вот ихние, я сайт ссылки оставлю, ихний e-mail. Пишите, да, пока у нас есть время, пока сидя на карантине, массово, массово призываю вас еще раз, пишите, что проводится определенная зачистка определенных контингент людей, происходит геноцид туркменского народа, надо массово подавать жалобы о преступлениях Бердуму Хамедова. Он не отпустил ни одного политзаключенного до сегодняшнего момента, не планирует. Он не видел через чайную ситуацию в стране, он ничего этому не сделал. Он хочет провести геноцид туркменского народа, который неугодна его системе. Я вас предвзываю еще раз, массово пишите на турецком, на русском, на английском, если возможность есть у вас. Массово подавайте жалобы в эту организацию. Будем действовать вместе. Я уверен, что мы добьемся успеха, и его родственники, ни один после этого не смогут выехать за границу. Они будут арестованы или вообще не будут выпускать. Со временем мы до них доберемся. Давайте действовать сообща. Всем удачи. До скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!